Всем привет, вы на канале, Серега Влог Джермании. Все что происходит внутри Бермании. Мы покажем и расскажем вам последние новости. С 15 июля российские власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила 10 июля на брифинге вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Накануне Роспотребнадзор предложил возобновить полеты из России в 13 стран, в том числе в Германию. Со своей стороны, власти ФРГ предостерегают от поездок в РФ как минимум до конца августа из-за сохраняющегося высокого уровня распространения коронавируса. Официально Россия остановила регулярное авиасообщение с другими государствами 27 марта. Однако фактически полеты между ФРГ и РФ не прекращались. И сейчас между двумя странами каждую неделю осуществляются по несколько пассажирских рейсов. Кроме того, многие россияне и немцы успешно пользуются возможностью попасть в обе страны через Беларусь. Правда, пересекать немецкую и российскую границы можно лишь определенным категориям граждан. 23-летний Федор Пилипенко уже несколько лет учится в Берлине и каждое лето после окончания семестра ездит домой к родителям в Москву. Студент опасался, что в этом году не сможет повидать родителей из-за пандемии коронавируса и отсутствия авиасообщения. Однако позднее узнал о возможности вернуться домой через Минск. И решил рискнуть. Полеты белорусской авиакомпании Белавиа в Германию не прекращались. Билет на самолет из Берлина Минск 6 июля обошелся Федору в 170 евро. На автобус Минск-Москва еще в 22 евро. Весь маршрут занял около 18 часов. Ночью на границе к нам зашел пограничник. Он просто посмотрел на обложки паспортов, увидел, что они все российские. И потом зашел представитель Роспотребнадзора, сказал всем заполнить какие-то бюллетени, там мы написали, где остановимся в России, рассказал Федор в интервью. Официально все прибывающие из-за границы пассажиры должны проходить в России 14-дневный карантин. В этой связи Федор отметил, что строго данное правило сейчас не контролируется. Я так понял, никто за этим особо следить не будет, никто не проверял, дома я или нет. Еще один студент, 20-летний Роман Подъеблонский, напротив, вернулся 9 июля из России в Германию. Он учится два года в техническом университете Мюнхена на инженера. И перед началом пандемии успел прилететь на каникулы в Москву. Вопрос о том, как вернуться, встал в середине июня. Было понятно, что рейсов нет. Я написал в немецкое посольство. Мне сообщили, что вывозные рейсы аэрофлота есть два раза в неделю. Также пару раз в месяц в Германию летает Люфтганза. В посольстве сказали, что билеты поступают в продажу за 6-8 дней до вылета, сообщил Роман в интервью. Студент добавил, что в самом процессе бронирования на вывозной рейс нет ничего экстраординарного. Вот только цены значительно выше, чем обычно. Билет в одну сторону с багажом стоил 19 тысяч рублей. И это безумно неприятно, что компания делает на нас деньги в такой ситуации. При этом самолет Boeing 777 был заполнен процентов на 70, Boeing 777-300, используемый аэрофлотом, вмещает 402 человека. На ближайшие дни у аэрофлота есть только один рейс в Германию, на 11 июля. На момент написания статьи билет стоил около 51 тысяч рублей. При этом всего у авиакомпании запланированы около 10 зарубежных рейсов, например в Тель-Авив за 20 тысяч рублей, в Рим за 53 тысячи, в Барселону за 52 тысячи и в Нью-Йорк за 43 тысячи. Рейсы в Лондон и Прагу стоили около 17 тысяч рублей. Цены на билеты постоянно меняются ниже всего, а не на старте продаж, об этом ДВ рассказали другие пассажиры, улетевшие вывозными рейсами. Интересно, что в Москву на эти же самолеты билеты купить нельзя. Прибывающие в Германию из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, к которым сейчас относится и Россия, также должны соблюдать 14-дневный карантин. Помимо этого, они обязаны сообщить о своем прибытии в местные ведомства, отвечающие за здравоохранение. Роман Подъеблонский заполнил соответствующий формуляр на сайте такого мюнхенского ведомства. Тот, кто не хочет 14 дней быть в карантине, прямо в аэропорту можно сдать тест на коронавирус. Обычный тест стоит 59 евро, результаты будут готовы через 6 часов. За экспресс-тест придется заплатить 139 евро, в этом случае результаты придут уже через 3 часа, их можно посмотреть на сайте тестового центра в личном аккаунте. В данный момент пересекать границу России можно лишь гражданам РФ, стран СНГ, лицам, имеющих право на постоянное проживание в России, а также ряду лиц как исключения, например, обладателям дипаспортов, сотрудникам международных организаций и т.д. Границы Германии беспрепятственно могут пересекать граждане государств, членов Евросоюза и участников Шенгенского соглашения, а также еще 15 стран с низким уровнем распространения коронавируса. Также разрешено въезжать обладателям вида на жительство в ФРГ, национальных визе, а также лицам, оказавшимся в экстренных ситуациях, например, тем, кому необходимо лечение. В конце апреля рассказала о российском студенте Михаиле Новоселове, который был вынужден несколько дней жить в аэропорту Франкфурта. Он въезжал по национальной визе для начала учебы по обмену, полиция ФРГ сочла, что у него отсутствуют неотложные причины для въезда. Сейчас, по официальной информации МИДа Германии, въехать в страну разрешено тем иностранным студентам, которые не могут продолжить свое обучение, находясь за пределами Германии. Именно такая причина была у студентки магистратуры Рейнско-Вестфальского технического университета Ахина Виктории Кузнецовой. По правилам для окончательного зачисления в ВУЗ нужно присутствовать лично. Прилететь из России было невозможно, поэтому университет пошел навстречу и стал использовать в данном случае онлайн режим. Все это время у Виктории был куратор, который помогал ей и другим иностранцам начать учебу и найти способ добраться до Германии. Преподаватели загружали лекции на специальный портал и, чисто теоретически, можно было бы учиться на удаленке и далее, но в этом семестре девушке предстоит сдать экзамен прямо в университете. Кузнецова решила не рисковать и заранее обратилась в полицию Франкфурта с вопросом, может ли она сейчас въехать в Германию. Ей дали положительный ответ. Самым главным документом оказалась справка о зачислении в Университет Ахина, плюс письмо от куратора. Даты полетов Виктория нашла в WhatsApp-группе «Возвращение», организованной живущими в ФРГ россиянами. В субботу, 4 июля, студентка приземлилась во Франкфурте. Ее самолет был полный. По ощущениям, студентов было не так много, летели семьи, много маленьких детей и пожилых людей. Вы ли люди, которые живут в Германии, но надолго застряли в России из-за пандемии, поделилась Виктория в интервью. Сейчас ей предстоит провести две недели в режиме самоизоляции. Девушка не может заселиться в общежитие, пока она нашла временное жилье через друзей. По словам Виктории Кузнецовой, соблюдение самоизоляции на совести каждого, ведь никто не контролирует, соблюдает ли самоизоляцию или гуляет по улице. Альтернатива двухнедельному карантину – сразу сдать платный тест на коронавирус, который предлагают страховые компании. Мой губернатор dellaernата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова